Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня по республике небольшая облачность, без существенных отсадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем возможны порывы ветра до 17. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 градусов. Днем 26-31. В горах ночью местами от 3 до 8 градусов. Днем местами плюс 17, плюс 22. В Черкесске небольшая облачность, без существенных отсадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 31. Билет в будущее. Так символично называется проект, призванный помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии. В этом году в мероприятия федерального профориентационного проекта включились и организации профильного образования Карачаева-Черкесии. Ахмат Халкечев продолжит. Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению президента Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка». Программа рассчитана для школьников, учащихся с 6 по 11 классы и нацелена на раннюю профориентацию детей. По стране проект стартовал в 2018 году и за это время успел показать свою эффективность. Практические пробы по всем компетенциям школьники Карачаева-Черкесии могут пройти на площадках, которые расположены на базе среднеспециальных образовательных учреждений Карачаева-Черкесии. Ребенок проходит практические мероприятия либо в онлайн-режиме, либо на площадке и получает рекомендации по той или иной профессии. Есть ли у него склонности к данной профессии, может ли он чего-то достичь в этой профессии, куда он может поступить, чтобы получить данную профессию и так далее. Свои наклонности и потенциал в той или иной профессии можно проверить абсолютно с любой точки мира, пройдя в онлайн-режиме два практических мероприятия первого этапа. Очные профпробы начинаются только на втором, завершающем этапе. Чтобы попасть на практические мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, пройдя определенные интерактивные пробы и заработать рекомендации. А после уже можно и на практические мероприятия, но для этого обязательно свое согласие должны подтвердить родители. А тем, у кого возникли сложности, готовы помочь волонтеру проекта. Он заходит на сайт, в тот же самый раздел «Билет в будущее», проходит все эти тесты. И по итогу этих тестов ему предлагается пройти эту ориентацию в том или ином учебном заведении. Если же такого не произошло, снизу у нас на сайте есть специальные ссылки. Тот же самый Инстаграм, ВКонтакте и другие соцсети, через которые ребенок может связаться с нами. После того, как связаться с вами, вы будете уже... Да, мы уже сопровождаем его, полностью поддерживаем с ним связь. Как поясняет куратор проекта, он призван беречь самый драгоценный для человека ресурс – время. Ведь благодаря данной программе, ребенок уже с шестого класса может выяснить, какая профессия больше всего подходит именно ему. На сегодняшний день первые практические пробы в нашей республике прошли на базе Карачаево-Черкесского педагогического колледжа. Первое – это я ознакомила детей с профессией учитель начальных классов, знакомила с рейтингом профессии, насколько востребована данная профессия в нашем регионе. Затем я объясняла, что одной из задач учителя начальных классов – это уметь правильно оценить у детей знания, умения и навыки. Ну и, соответственно, объясняла, как составляются тесты, какие они бывают. Ученик седьмого класса, восьмой школы республиканской столицы Никита, говорит, что о проекте «Билет в будущее» узнал на сайте своей школы. «Мне сразу стало интересно, какая профессия мне больше всех подойдет. Ведь я уже задумываюсь, в какой вуз мне поступать. А определившись выбором, я пойму, какие предметы мне необходимо изучать более углубленно», – резюмирует юноша. Я перешел на сайт «Билет в будущее» и прошел тестирование. Оно было легкое и очень интересное. Затем мне предложили три профпробы. Три онлайн и одну очно. Но больше всего меня заинтересовала профпроба учитель начальных классов. Я узнал, что профессия учитель начальных классов очень интересная и совсем не скучная. Включиться в проект школьники могут до конца года. Еще координатор проекта в Карачаево-Черкесии Магина Идиева отметила одну немаловажную деталь. Через официальный сайт «Билет в будущее» есть возможность попасть на площадку любой образовательной организации страны по заинтересовавшей ребенка компетенции. Ахмат Халкечев, Роберт Джагутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14.30 с ведущим Ашемезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова